На листопадах этого года в Минске заплановлен 6-й международный водный форум Крыницы Беларуси. Его мета – выпрацовка решением по устойливым функционированию водных экосистем. На передней Сосветного дня Аховы Новокольного Сяродя, яке означается 5 червяня, на Гомельщине привели в парадок еще одну Крыницу. Причем разом с экологами в дело акции приняли местные и сельскохозяйственные предприятия и предприниматели. Наши корреспонденты потекали себя сделанным. Мета накерованным обновлением Крыницы у Гомельской области занялись в минулом году. После проведения мониторинга спис унесли больше 250 объектов. Привести в парадок усе и у степлый термин оказался складано, а тому першопочатковую увагу звернули на Крыницы, которые користаются у насельництва наибольшей популярностью. В первую очередь, конечно, обустраиваются те родники, которые имеют хорошее питьевое качество. Они постоянно востребованы со стороны населения, ну и, скажем так, население благодарно за то, что такие родники открываются. Наша цель, конечно, с тем, чтобы обустраивать родники, с тем, чтобы люди обратили внимание на данные водные объекты и бережно к ним относились, как к любому объекту природы. Крыница Калявеский-Стрешен у Жлобинском районе вядомая давно. Во всяляком разе мясцовые жихары приходили сюда еще на початку минулого ста годзе. По легенде, вода поступает с подземного в озеро. Экологи с этой кропкой гляджа не не спрачаются. Урешті любой водоносный пласт можно лишить подземным водоемом. Головное, что Крыница есть и функционует на протягу наполнения одного ста годзе. Подчас проведения работ по ее доброупорадкованию удельники акции не только провели у парада к саму Крыницу, а и изробили новую лестницу. Покольки Крыница знаходятся у низи крутого берега Дняпра. Пользуюсь сама этой водой тоже, да. Этим родником пользуются люди уже с давних пор. Вот даже взрослые люди, которые приходят сюда брать воду, рассказывают о том, еще будучи детьми, они приходили на этот родник и брали воду отсюда для собственных нужд. Что год, якость воды у Крыницах, якие, выкористовывая насильництва, контролюются супрацовниками Мясцового центра гигиены и эпидемиологии. Поколь подставу закрывать, ни одну из них в Жлобинском районе не ма. Урештых это, саправдый, чистая природная вода, якая вельми редко перевышает допущальные покачки по особных параметрах. Причем за все, да такие отхиленьи выкликаны выключено вытворчей дейностью человека. Вода портится в калацах, не такое качество. И вот все переключились, даже стрешен лежу. Многие ездят именно сюда за водой. Вода, вода смачная, кто и пьет и дой гожеве. Зараз Гомельским областным комитетом природных ресурсов и Аховы Новокольного Асяродя суместно за Ассоциацией Дятей и Молоди обвешаны конкурс СН – Крыница Вратаванне. Уделу им могут принять школьники и молодь во взросле от 8 до 21 года. А прочатаго, уперед с 5 червеня до 15 липеня будет проводиться экологичный конкурс на лепшие работы по инвентаризации крыниц малой родимы. Да уделу у им запрашаются усе жадающие. Конкурс будет проходить в формате онлайн. Работы можно досылать на электронную пошту mail.sobaka.recowr.by Алексен Цюроу, Сергей Нігаревич, Андрей Иванов, Телерадио, компания Гомель, Жлобинский район.